НЕ-НЕ-НЕ-НЕ-НЕ-НЕ-НЕ-НЕ-НЕ-НЕ-НЕ-НЕ-НЕ-НЕ-НЕ Здоровенький народ! Какие дела? С вами Сергей Халье! Вы смотрите канал Халплей! И мы продолжаем играть в игру L.A. No R No R Правильно ведь? Как-то так, блядь, что-то мне говорю канал на секунду, я забыл Потому что мой бессонный Марафон продолжается А вы знаете, что я иногда пишу выпуски наперёд И именно это тот случай Видите, как я с вами откровенный? Я вам не пишу, я вам прям откровенно всё говорю, ребят Вот, бессонный марафон Надеюсь продлится как можно дольше Я хочу записать вам выпуски наперед Чтобы вы мои дорогие друзья Всегда Чтобы у вас у всех был контент Всегда Чтобы вы могли посмотреть Вот, но пока моя бессонница не сильно сказывается На игре, я даже сказал, что пока все у нас Отлично идет, вот И я бы хотел вам Сказать, здравствуйте еще Вот, хотел бы с вами Чокнуться Бро, бро чай На счет три, раз, два, три Бро чай Ммм Вкусил меня чай все еще А не знаю насколько вкусный он у вас Надеюсь, что он очень вкусный Не имеет там вкуса залупы или какой-нибудь другой неприятной хуйни Так Все, мы можем поехать В бару Кавана и наконец-то Да, и наконец-то Узнать, почему-то захаживал наш Эндриан, или как Эдриан В общем, вы понимаете О ком я Похоже, мистер и миссис Блэк Не самая счастливая семья в мире Он боится с ней разводиться А у нее не хватает духу Выставить его за дверь Если бы это не Если бы не это происшествие Они могли бы так и прожить миссис На самой старости Думаешь, она его убила Вот в ком я бы точно Убитую не заподозрил Ну и не такие чудеса бывают С ним полностью согласен Бару Кавана 11.47 Утро Нет, не знаешь Нажмите, чтобы поговорить Нет, давайте сначала Немножко улик найдем Вообще здесь можно найти Улик, я не знаю Музыки вроде бы нет Не знаю Поговорить бы с барменом Ну или давай сначала Опросим алкашей Нет, они нам ничего не хотят Поговорить Вы знаете Фрэнка Моргана? Конечно Он там завсегдатый Вон он там сидит В одиночестве у стенки Поговорите с Фрэнком Морганом Так, а вот Фрэнк Фрэнк Морган? Фрэнк Морган? А вы кто? А, вот ты Коуфеллс, полиция Лос-Анджелеса Насколько я понимаю Вы друг Эдрина Блэка Да, я его знаю Вы знаете о том, что он исчез? Нет, я не в курсе Паршивая новость Мы нашли автомобиль Блэка На товарной станции И залитый кровью Тебе что-нибудь известно Об этом, Морган? Черт, вот это паршиво Мне Эдрина нравился Отличный начальник Ой, да ладно Только не говори мне, что ты на самом деле Веришь этому дебилу Блядь, я еще не успел изучить его Ммм Его поведение Чтобы понять, какая мимика лжет Рассредоточен Изменение мимики говорит об изменении Мыслительном процессе Он постоянно что-то перебирает В голове Ну, блядь Я бы не обвинял его Я бы сказал, что я сомневаюсь Морган, мне кажется, что ты Замешан в этом деле Ты поехал туда и убил Блэка? Да блядь, нахуя так говоришь? А, так значит я злодей Больше никого не нашли? Когда вы видели Эдрина в последний раз? Черт, точно не знаю Слишком много выпил вчера Все как в тумане Блядь Сложно Сложный парень Парень сложный попался нам Понимаете? То, как он сейчас на нас смотрит Говорит, что он Не врет Но То, как он преподал информацию Души, Морган Это же было только вчера Наверняка вы что-то помните Ну, выпил, наверное Мы часто пропускаем стаканчик после работы Ну, выпили, наверное Не сходится Блядь, неправильно Морган И все отговорки не помогают Ну, ладно Теперь полиция придет С тобой заинтересоваться Так, я тут провалился Короче, как лошара Ебаная Если хочешь знать мое мнение Надо пошлить за Морганом Я думаю, он лжет И где бы он не прятал Труп или что-то такое Туда наведается Блядь, у нас ничего на него нет То есть, сомнения-то были неправильные Тут истина была неправильная Опять сомнения Если бы я сказал, что он лжет То я должен был бы его обвинить А у меня нет улик Которые конкретно указывают Именно на него И непонятно, что было правильно Наверное, было наоборот Сомнение истина Вернее, истина сомнения А я наоборот сделал Прослить за Фрэн Слишком близко и слишком далеко Преследуем Я понял Что ж, преследуем Настоящую слежку Чтобы нести камеру на подозреваемого Понятно Ой, простите Вот нас заметили Тормози, тормози Полегче, колл Не приближайся Так, окей Так, куда же этот парень едет? Видимо, уедет убирать труп Или что-то такое Засал он Когда менты-то к нему нагрянули Немножко ошибся я с ним Сложный просто О том, что значит действовать незаметно Да я незаметно действую Курты мозги мне ебешь Вот так вот О парне Попался парень Немного Сложный Нужно больше времени Для изучения его мимики И Ну, вы понимаете Куда вы же нас ведете, мистер Морбер? Да, интересно Так Квартира Моргана 5.40 пм После полуночи Надо 10-го смотреть Пошли Я на один день в новой должности Ты уже гоняешься за пьянчугами Ну как, весело? Так, хорошо Пойдемте к нему в хату Так Морган Квартира номер 2 Отлично Пойдемте поднимемся и навестим нашего братана Так, давай заглянем к нашему другу Проверим, скучает ли он там по нам Да, я это и хотел Апартаменты с первого по четвертый Первая квартира Вторая Кто-то кто еще Успокойся, господи, Эдриан Я же сказал, все в порядке, я разберусь А-а-а О, черт Морган, все кончено Мистер Блэк, полиция, сдавайтесь Кого? Они же никого не убили в итоге Там свина и кровь Бежать некуда, Эдриан Нахуя ли он убегает? Я понять не могу И куда он убежал, блядь? Куда этот жирный съебал? А, сюда, наверное Да, я вижу, вон, меточка Мистер Блэк, get back here right now Его там поймали вроде Машины перекрыли, да Эдриан, все кончено Может, просто поговорил бы с ней? А, Блэк, к чему эта драма? Я думал, так будет проще Нет, только что все стало гораздо сложнее Эдриан Блэк, вы арестованы по обвинению в преступном сговоре и мошенничестве Посмотрим, как прокурор относится к тем, кого заставить полицию зря отразить силы и средства Ты потеряешь жену, потеряешь работу и, скорее всего, окажешься в тюряге Надеюсь, она от того стоила, Эдриан Ну, такое хуебенькое дело какое-то, ни о чем Ну и дело выдавать, а, Эдриан? Вот болван А ты отлично провел расследование и завершил дело с арестом, дело ареста, детектив Эффективная мета работы и умение работать с людьми Продолжай в том же духе, учись у Быковских и славная карьера в отделе тебе гарантированно Спасибо, шеф! Всегда мечтал быть охуенным копом! И, видимо, мне это удается Найден улик, 13 из 14, нихуя! И правильные вопросы, 9 из 12 Ну что ж, неплохо Почему бы нет? И 100 долларов, всего лишь, нанесли ущерба городу По крайней мере, не как Спайдермен или кто-нибудь такой, кто разрушает все на своем пути Машина консула дела Так, давайте покороче Я и без этого опаздываю к прокурору Во-первых, Фелбс, Быковский Нам сообщили, что обнаружено на верхенький Паккарт Его бросили где-то там в пизде Второй стрит между Оливгрид и какой-то другой хуйней Сообщил некий Освальд Джейкобс Говорит, машину поставили у него за дом На месте ждет патруль, приезжайте и узнаете, в чем там дело Вопросы есть? Хорошо, за работу Ох, блять Босс, ты не даешь мне передохнуть Работа за работой Нет, серьезно, когда у меня будет отпуск? Когда я стану генералом, дифрейтором Или каким-то другим охуенным чуваком С пиздатым названием звания Типа, старший генералиссимус Или что-нибудь типа-типо-типо этого, я не знаю Почему я всего лишь Лейтенант? То есть детектив Так, где выход? Я заблудился немножко Так, не то Да, вот выход Что ж, поедем Можешь нас довезти? Кому ты говоришь, он еще не вышел О, наконец-то Булками своими шевелит, блять Брошенный автомобиль Нам с тобой достаются самые интересные дела Скажи, Фелкс Дается мне тут что-нибудь так просто Никто не станет бросать те вещи на верхних кик Тут там Короче говоря, субтитры, ребята Да ты что Ты сегодня прям в ударе, Штейн Очень смешно Вперед, мой пылкий протажер Пойдем спасать мир Слышал про Эдриана? Девица из Сиэтла выставила его за дверь Жена говорит, что примет его обратно У женщин обычно больше сострадания О чем ты говоришь? Эдриан ее унизил Спутался с Игрентаршей Маргарет не должна такое прощать Где ее гордость? Гордыня приводит к падению в Экопске Уж поверь моему опыту Очень, кстати, важная хуйня Возьмите на заметку, ребята Гордынь-то добрать доволит Задний двор Джейкобса Фелкс, транспортный отдел Патрульный... Хоухен Машина дальше по улице Детективы Нам поступил звонок о прошлом автомобиле Да, сэр, машина была с флажками Может, дипломатическими? Кто-нибудь прикасался к машине после нашего появления? Нет, а до этого тут дежурил этот Джейкобс Мы с ним сейчас поговорим Но сначала осмотримся на месте Конечно, не торопитесь Он жутко занудый с лекрашкой Какой ты Какой ты неуважительный к старым людям Уебок Маленький Что ж Нет номеров, их скрутили Придется искать владельцы по регистрационному номеру Интересно Зачем? Пропавший аргентийский флаг Флаг, наверное, взяли как сувенир Никакой ценности он не представляет Так Опа-на Технический талон на транспортные средства Калифорния Настоящее удостоверение Удостоверяется, что транспортное средство Описание которого приведено ниже Может быть использовано в соответствии с положенными законами транспортных средствах С положениями законов Вплоть до 31 марта 1948 года Генеральное консульство Аргентины ТДТП Попавший, наверное, изнаки Резидент Принадлежит консульству Аргентины Интересно Ну-ка, что у нас тут? Эмпти Ну И что, я не могу? Эмпти Он сказал, по крайней мере, по-английски Он сказал пусто или чисто Пусто он сказал, да Так, вот там еще улика разбросана у нас Так, вот еще Ух ты, скрутили покрышки Порпавшее колесо Снимай колеса, вы дел любителей Профию Разули бы тачку у тебя в гараже К чему это все? Какая-то, какая-то хуйня Тут одну, тут одну Бита Почему на ней нет улики? То есть она не относится к делу? Что, конечно Мелочь Хорошо, не будем тратить на это времени Так Так, вот тут что-то есть Собственность компании братья Дьюи Покарт Комбинированный гаечный ключ С его помощью, видимо, снимали колеса Ладысики Что-нибудь еще Есть какие-нибудь еще улики? Которые мы здесь не нашли еще Так, бутылка пива там Или газировки Так Давайте поговорим со старикашкой Освальд Джейкобс? Так точно И что же здесь произошло, миссер Джейкобс? Вчера вечером я сидел и смотрел в окно Люблю быть в курсе того, что происходит вокруг Я вас понимаю Видите пустые? Чертовы мальчишки играют там в бейсбол Весь на окна мне бьют А потом еще и мяч вернуть просят Может поговорим о машине, мистер Джейкобс? Не торопись, сынок Так вот Вчера вечером я увидел там этот навекенький Паккарт На кирпичах Окей Вы видели, кто угнал Паккарт? Да, черт возьми Видел троих мексикашек, которые вокруг суетились Эммм Ну, он не врет Вы можете сказать, что они делали? Подогнали старый форт и включили фары, чтобы Паккарт разделать Я им заорал Сейчас коп в вызову Они попрыгали в свою тачку и рванули прочь Еще вопили и ругали меня по-мексикански Вы говорите по-испански, сэр? Нет Когда мексиканцы уехали, вы к машине не подходили? Когда я их спугнул, нет, я к машине не подходил Ха-ха, а че Роза так смутилась? Вы вышли к машине, когда они уехали, вы не могли на нее не взглянуть? Мне было любопытно И закон об этом не запрещено Подумаешь, посмотрел я на эту машину и что? Это не преступление А зачем врешь мне? А скажите мне, на какой машине они уехали? Старенький форт Номер я разглядеть не успел Не врет Вы явно из тех людей, которые... Вот тут ты в точку попал Машина была старая, но выглядела как новенькая Ярко-красная такая За милю видать Что они конкретно забрали, вы видели? Они откручивали колеса Больше вроде ничего Смотрите, у него лицо меняется, как он пиздит, блять Как смешно, блять То есть остальное спиздело, но мы-то знаем, блять Хорошо Тогда что взяли вы, Джейкобс? Может моему напарнику вас обыскать? Я нашел блокнот в бардачке Я собирался вам его показать, а он на стуле у меня, на крыльце Спасибо за помощь, мистер Джейкобс Обратитесь к моему коллеге Деббету, он даст нам подписать протокол Четыре из четырех Когда уберете отсюда машину, можете вернетесь и сделать что-нибудь с этими мальчишками Можете принести, можете принести, принести судейскую маску Смешно А вот блокнот Ну что ж, правильно, четыре из четырех мы с ним справились Но он был простой такой чувак С ним было легко Икс Вальдес Ну-ка Ух ты, сколько номеров Записная книжка Вальдеса Ладно, теперь мы знаем владельца машины, извращенец Я пробью Джона Мэтсона по нашему архиву Приятный голос Доброго нрава Вежливый мальчик Полной губки Любитель бейсбола Этого нужно уговаривать Любит вишневые конфеты Похож на ангела Оливковая кожа Белокурые локоны Сгорелые голубые глаза Высокий и худой Грудь колесом Утонченная натура Да он педофил Мы охотимся на педофила Уильям Дьюи, в контакте телефон Уильям Дьюи Координатного некого Уильяма Дьюи Вот это, скорее всего, деловой контакт Стройные бедра Приятная внешность Все это мальчики Чрезвычайно застенчивый Любит подарки Сама невинность Очень бледный Ангельская речка Но вздорный Блять, фу Как это отвратно, нахуй По-моему, тут нам уже ничего нечего делать Давай поищем аппарат в прямой связи Да я уже вижу его Да, розыск педофила Это интересно Фелпс, жетон 1247 Чем могу помочь детектив? Поищите название Братья Дьюи Скорее всего, это автосалон или автомастерская Секундочку Автосалон и центр техоплуживания Паккардов Братьев Дьюи Фигуру Стрит 629 Понял Соедините меня, пожалуйста, с номером таким-то Соединяю Здравствуйте, чем могу помочь? Полиция, мэм Я могу поговорить с зоном Мэдсона? Он в школе, сэр А в чем дело? У него неприятности? Деловой контакт Сколько лет нашему сыну, мэм? Только что исполнил 16 Мы ошиблись, мэдсон Извините, что побеспокоил Ясно, педофил ебучий Для меня сообщение есть? Только одно Четырехдверный пикард Дипломатическим номером Пола-Робота 706 Объявлен в розыск Ну и так далее Сегодня утром заявитель Хуан Франсиско Он уже здесь Детектив требует аудиенции Как он это называет? Так, ясно Он к нам приехал за тачкой Спасибо, передайте Пожалуйста, капитану Лирии Что мы приедем, как только сможем Спасибо за помощь Что ж Интересная хуйня Этот мудила, короче, клеится Ко всем мальчикам Пойдемте поговорим Дай Так Автосалон Давайте сначала Попиздим Центральный салон Блядь, в автосалон Или Сначала в автосалон съездим А потом уже заедем в отдел Поговорим с ним С тем, кто заявляет Ну где он? Ну че ты, блядь, долгий Че ты там стоишь, чувак? У нас работа Ты заебал Ты мой водитель Ты ничего уж не делаешь Наверное, уже 50-ый раз Об этом говорим Че ты, блядь, быстро Субтитры опять летят Еще немного, я свихнусь Не любишь такие дела? Смеешься? Да разве это работа для полицейского? Из всех преступников Обитающих там-то, там-то Нам почему-то попадают Все только недотепы Которые Быстро убирают субтитры В общем, ладно Автосалон братья Дьюи Что, сейчас поговорим с ними Посмотрим, че к чему Че нам эти мудаки расскажут Ничего не говорите Я сам догадаюсь Вышли мимо стоянки Заметили новенький четырех дверник И не смогли устоять Так, и видели себя в этой машине Вам захотелось глянуть поближе И я вас не стану за это осуждать Да, да, да Полиция, мы хотим поговорить с владельцем Это я, Уильям Дьюи Владелец к вашим услугам Мы расследуем угол Пакада Принадлежащего консульства Аргентины У вас не пропадал комбинированный гаечный ключ? Не знаю, детектив Но мы сейчас это выясним Пойдемте Какой добрый и жирный мужик Пойдем А сзади так вроде бы нормальный Не жирнее нас Странная комплекция у парня Все наши инструменты хранятся здесь Могу я смотреться? Хорошо? Разумеется У вас тоже не интересует новый автомобиль? Так, сейчас мы будем вставлять их Нет, не подходит Так, ты на четыре Это маленький Нет, 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 нет Это желтенький Вот, вот это Нет, нет Вот внизу Ниже, ниже, ниже Вот это вот, да Ну это самый большой А, нет Привет, большой Не тот размер Да все то Последний вариант Ну все, да Один пропал У Габриэля Дельгада Не хватает ключа На три четверти Или что-то такое Разыскать Габриэля Дельга Дельгаду Хорошо Сейчас мы его разыщем Даем ему люлей А это почему не он под машиной? Так, смотрите Что тут есть Хлам Что-нибудь еще Номера Наверное ерунда какая-то Ну Ну хорошо Если это конечно не тот номер Я не думаю, что он бы держал тот номер Прямо так в открытую Нет, с тобой не по пизде, чувак Я могу с тобой как-то поговорить? Да, могу Смотрите А, нет Это Ни о чем не говорит О свечи Сомнительно Бля, чувак Кто лежит Ремонтирует Мы так спокойно Берем его вещи Так, ладненько Идемте И найдем его Ты? Если вы задержаете Мы зададим вам несколько вопросов Так Где она Тидельгада? Не знаю Уж точно не здесь Черт возьми Так Это Твой нормальный взгляд Почему ты так Уводишь глаза И По-моему Ты врешь Адрес Адрес Дьюи Или мой напарник Твоей башкой дверь Ладно, черт с вами Хиллс 3103 Квартира 3 Ну понятно И передайте ему от меня Если он еще хоть раз Здесь объявится Я Выдарю его За шею Тупая сука Хули ты мне Наебать ты меня Пытался Жирный Паккарда Это отличная машина Но ваш салон Не самое подходящее место Для иностранных консулов Откуда вы знаете Вальдеса? Я не знаю Вальдеса Машину купило Консульство Мне ясно только одно Этот парень Разбирается в хороших Автомобилях Утвердительный взгляд А Эмоция такая Как бы Поверь мне Это он не врет То есть Вальдес просто ехал мимо И увидел машину Да, что-то вроде этого Так часто случается Не знаю Мне показалось, что он не врет Может быть я не врет А, блядь А почему крестиком Крестиком отмечено то, что То, что неправильно Да? Вот дерьмо Я лох Вот лох С помощью гонечного ключа Из нашего салона Вчера, блядь Короче, вскрыли Спиздили все, что Можно было спиздить Там видели несколько Других Мексикашек У нас тут Тоже, кажется, случались Такой уж район Вороватые мерзавцы Стянут что угодно Только отвернись Блядь Блядь Та эмоция была ложь Блядь Эти эмоции тоже Похожи на истину Я не знаю, блядь И что? Как я уже сказал Мастерская Слишком близка От дороги Совсем не следишь Тоже крестик Неправильно Я понял Все Блядь Нихуя себе Несколько разных эмоций У него на Ложь Вот это Знаете, меня что Подставило Я подставило То, что я не ожидал Несколько разных эмоций На ложь Да это было интересно Надо это учесть То есть Понятно теперь То есть, видите Они могут Абсолютно по-разному Реагировать И при этом лгать Интересная хуйня Ну ладно Куда направляемся? Давайте В центральное отделение Полиции поедем Заценим Что там-то как Ты читал статью В экзаменере О трех измерения Что такое измерение? Ну это как график Вертикальная ось Это Y Горизонтальная X Мудренно звучит Третье измерение Это Z Предметы будут Так, как бы Выпрыгивать с экрана Бред какой-то Зрители же Жрители же Все разбегутся Какому нормальному человеку Такое понравилось? Не знаю Зрителям поначалу И звук не нравился А погоди, что у нас сейчас Блядь Вот это интересный момент Что у людей Видите У них несколько Красных эмоций На На этот На вранье К нам уже прибыл Для допроса Хуан Франциско Вальдес Еще бы Фелкс Твоя пташка Во второй допросной И прикинь Он в перчатках Ужас как старается Что-то там делать Может себе представить Судя по всему Нам лучше поспешить Сюда Ага Вот она Ну наконец-то Это вы старший чин Чего присутствие Я требовал Я Адактив Фелкс Адактив Байковский Вы хоть представляете Сколько мне пришлось Ожидать этого разговора Я давно должен был Быть в консульстве А меня тут держат Как какого-то Боришку Так, приятель Давай-ка Сделаем глубокий вдох И начнем со сначала Мистер Вальдес Генеральный консур Я настаиваю На своем полном титуле Начнем с угона Генеральный консул Мы нашли вашу машину Вы можете сказать Как произошла кража Вероятно Она была угнана Из гаража консульства Чудовищно неприятно Конечно Я требовал Чтобы виновника Как следует Высекли К сожалению Мы таким не занимаемся Ваша милость Бля Ну по-моему Ты пиздишь Вы ведь отлично знаете Кто украл машину Генеральный консул Вы сами скажете Или придется Из вас вытягивать Давайте без грубостей Я подозреваю Одного Рассерженного работника Автосалона Вам известно Имя этого паренька Габриэль Как Архангел Фамилию я не знаю Отлично Тут ты нас не наебал Где мы купили машину? Мой секретарь и водители Оформили покупку Сомнительное место Под названием Автосалон Братья Дьюи Как только Представится возможность Я наставлю сюда Свою Испану Суизу И Буэнос Айреса Из Буэнос Айреса Рассерженный работник Автосалона Откуда он его знает Если он не покупал машину Сам Может быть ему конечно Кто-то расскажет Блин Вы знаете Вот тут такая хрень Он подозревает Подозревает Одного рассерженного чувака Из автосалона Но при этом Он говорит Что он не покупал Там Этот Как его Не покупал Там машину сам Когда мы говорили Там чувак говорил Что Этот консул Не приходил А там приходил Какой-то другой чувак Покупать Мы верим И В итоге Он сказал Что типа Нихуя Ну Мы Объебались Давайте скажу Что сомнения Ты купил Покарт Вальдес Такие снобы Их как Не ездят на американских машинах Говори правду Или я зубы тебе пересчитаю Уильям Дью Приколошил мне Неплохую взятку За то Чтобы я купил У него машину Такого рода Сделки Нередко заключаются На государственной службе Интересно Что на этот счет Скажут аргентистские Налогоплательщики Тоже Видите Тоже у него Совсем другая эмоция На вранье Интересно Так Откажите нам Про этого Габриэля Вы с ним Повздоровели? Он механик Юный наглец Который не знает Своего места А решил Что он вправе Задавать мне вопросы Мои американцы Народ настреллен Така уж мы нация Господин генеральный консул Блядь Что ты опять То есть генеральный консул Публично Повздорил С каким-то Младшим механиком И вы хотите Чтобы я в это поверил? Я хочу Чтобы вы сделали Свои выводы И положили конец Такому Возмутительному поведению Ясно Мы с вами еще свяжемся Генеральный консул Давайте Причучим этого Дельгада И закроем дело Ну что ж Тоже неплохо Нормальный допрос Мы завершили Два из трех Сойдет Что ж Ничего провального Мы не допустили Че Поехали Навестим нашего Дельгада Мы закончили с Вальдесом Слава богу Я избавлюсь от него Через пару часов Бедный мужик Окей Поехали К этому Вальдесу Ой Дом Дельгада То есть Поедем в дом Дельгада Узнаем Че-то как там Че-то там за тусня Нынче Ведется Навестим Поговорим Блинчиков поедим Или че они там Готовят в своей кухне Дом Дельгада Вот Ремексикашки Сто пудов то они Ладно Послушаем Что скажет Нам все это Гэбриэль Так Че Поговорим Нет 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 Не поговорим То есть Надо войти Хорошо Ух ты блять Просто так вошли в дверь А это ж да Какая-то Какая-то Ну так Квартирный дом Письма разбросаны Или Габриэль Вот он Квартира номер 3 А письмо мы не можем читать Хорошо Мы очень вежливые мужики И мы не нарушаем закон Квартира номер 1 Номер 2 Смотрите Он живет на этаже повыше Вот тут вот Ух ты беременная Телка у него тут Да Полиция мэм Нам нужен Гэбриэль Дельгадо Мы из полиции Полиция Вы меня понимаете Да Я понимаю Вы не могли бы зайти Как вас зовут Она Родригес Гэбриэль Дельгадо здесь Мисс Родригес Нет Что вам нужно от Гэбриэля У него неприятности Суйте на месте Мисс Родригес Мы хотим осмотреться Но его здесь нет Я же вам сказала Глянь Что там вокруг А я пока побуду с девицей Давайте обыщем домик Опа Флажок Ну Давай Ну разверни его так Чтобы я Вот так вот Сувенир Это очень неосторожно Библия Вряд ли это что-то важное Хорошо Что ж Аргентинский флажок Это был промах Этого парняги Так Сюда мы зайти не можем Фотография Вон работал Его тачка Трудно сказать Та ли это машина Что уехала Но то что это Свет от Чи Габриэля Очевидно Имеется ввиду Та машина Которая была При ограблении Ну когда они снимали С тачки Все Мне это не пригодится Так Это мне не поможет Чувак довольно верующий Видите У него всякая Такая штука Всякие кончики там И прочая полезная От сглазов Фигня Ничего особенного Как скажешь Я подумал Что там что-то Интересное написано Могло бы нам Помочь в расследовании Но ты даже Долгом не взглянул Сразу сказал Такой И нам это не поможет Так Ну давай Почему ты не хочешь Ага Готовились завтра На двоих Анна Надо было бы убрать Да Завтра На двоих Бог сделан Габриэл Ты недавно Съебался А может И прячется Где до сих пор Ну-ка Сюда не пройти Такая Спуститься вниз Ну если это просто А вот смотрите Тут сюда можно пройти Опа на Похоже да Вальдес Пиздил колеса Ну короче Понятно Один из них Ах А вот смотрите Чем они отделывали Это похоже К делу не относится А ну Блин Похоже В струме Что могли бы Его исполнить Использовать Чтобы Для своих промыслов Незаконных Думаю Что-то к делу Не относится Вряд ли нам Это пригодится Хорошо А вот и номер Я так понимаю Это он Дипломатические номера А это Да Он до хрена Украл Ну машину Бокрал А может Нет Так Окей Пойдемте Наверх Я так понимаю Это нам Будет сейчас Использовать Для того Чтобы надавить На нашу цыпочку Которая Будет до упора Отвечать Что Нет Это не мой Мексиканский муж Который Ворует И убивает Не знаю Насчет как Убивает Но уж Ворует точно А будет А то нам Плакаться Нам просто Нечем платить За жилье Блять Пиздец Короче Полный Пощадите Помилуйте Давай с тобой Поговорим Цыпа У вас серьезные Неприятности Мистер Адриес Но Габриэль Здесь нет Я ничего плохого Не сделала Хорошо Скажите правду Габриэль Был здесь Я его уже Три дня Не видела Да ладно Блять А если я скажу Прямо сразу Ложь Будешь врать Я тебе С ребенком За решетку Отправлю Он тут живет Но домой Не приходил Клянусь Так Мы должны Хватит она Тут все указывает На то Что он возвращался Домой Он был тут Вечером Я давно Его таким Слым не видела Он пошел К себе В гараж И что-то Туда отнес Я не знаю Что именно И знать не хочу Я его люблю Что ж Тут мы ее быстро Зачем он угнал машину Она Это клиент Его оскорбил У него У тебя У него ведь Есть понимание Чести Или что-то такое Клиент Клиент его Оскорбил Ну да Они Посрались Но непонятно Кто Кого оскорбил Но это правда Ну то есть Они действительно Посрались Причем тут честь Он сказал Что приятель Дьюи Хотел сделать из него Женщину Он больше не уважает Этого Дьюи Ааа Он взял машину Чтобы показать Ему недоноску Что он мужчина Нихуя Блять То есть он гей Ебаный Мы нашли в гараже Номерной знак От угородной машины Добавить к этому Все запчасти Габриэля Можно обвинить Десятки других караж Пора поговорить На чистоту Анна Задавайте все эти вопросы Габриэлю Я ни о каких запчастях Ничего не знаю Ага Пиздишь Так скажи нам Где он Если твой малыш Родится в тюрьме У тебя его зазор Отберут И своего сына Или дочку Ты будешь видеть Только через решетку И попутаться в неделю Гонки стартуют А то была первая стрит На Сан-Фете На Сан-Та-Фе Потом там есть Водосброс под мостом Прямо к реке Много полицейских Разбилось При попытке его догнать Ну что ж Мы тут ее прям умыли Мы завоем из тебя словечко Что касается нас Мы уверены Тут виноват Габриэль Стартовая черта Похоже мы имеем дело С уличным Гонщиком Блядь Хорошо Неудивительно Что Дельгар Так хорошо разбирается В дорогих авто Ну да Мы знаем где этот парень Поехали Разберемся с этими клоунами Ну да Теперь то мы знаем Как мы ее Прищутили Быстренько Да Ну что ж Поедем на незаконные Уличные гонки Куда именно мы едем Мы едем на незаконные Уличные гонки Как крутые пацаны Я так чувствую Что мы там будем Гоняться за ним Мне почему-то кажется Какой придурок Бросит дома Беременную подружку Чтобы играть в машинки Постоянно сидеть Рядом с беременной подружкой Никаких нервов не хватит Некоторые парни И вовсе из-за такого Из дома уходят Судишь по личному опыту О паньки Незаконные уличные гонки Вот он Красный форт Это Дельгада Так, окей Мы видим сейчас погоню Вперед Быстрее Они уходят Требуется подкрепление Угол такой-то Ну короче Вы дальше все сами Прочитайте А у меня погоня За краснопузиком Красноколеса Тихо-тихо Ребят Не тараньте меня Блять Отстань Ни хуяся Какие они Дерзкие Опа Прости 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 Про Но мне не нужны Конкуренты Отлично Блять Меня подтолкну Да Плюнь на остальных Нам нужен Дельгада Да я там плюну Мы сегодня Не мешали Мы готов Потеряем Да не потеряем Не ссать Все под контролем По водичке Поедем Охладимся Немного Что ж Ну тачка Такая крутая Игры кончились Вали его Как валить Подожди Фелл Так Давай 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 Тарань его Блядь 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 Как было бы Мы за ним Ездить Давай Ударь Пушиси Я пытаюсь Чувак Да Да Вот это было Крут Ай Блядь Так Ну все По-моему Было А ну Стоять Блядь Я блядь Ты арестовал За кражок Авномобиля Иди к черту Пута Ты говорила Этим Педрилой Вальдесом Я ему показал Кто тут мужчина Надо было Сжечь его Черную тачку Высокопоставленный иностранец выговорен из страны по обвинению в гомосексуализме и растлении малолетних. Владельца автосалона прогорел на откатах угонщики и автомобилей, в ближайшее время уж точно не взглянуть не посмеет на тяжелую машину. Неплохой улов детектив Фелпс. Не задирай нос, бегай шустро. И почаще клади мне на стол такие отчеты. Это настоящая полицейская работа, как раз то, чего нам так честно не хватает. И че, мы молодцы. Так скоро вообще крутыми пацанами станем. Будем типа шишками там, тёлок снимать. Ты знаешь, кто я? Я пиздатый полицейский. А она такая, ой, я не верю, не наставила такая. Найдена улика 1717 и три опять неправильных я сделал вопроса. Ну, первый я сделал неправильный, потому что я не знал, ну, что, оказывается, у них ещё и разные мимика, может быть, на враньё. Это вот интересно было. Ребята, а вот здесь мы, блядь, и закончим. У нас же сохранилось, да, у нас сохранилось, всё. Ребята, вот здесь мы и закончим. Спасибо, что смотрели меня. Надеюсь, вам нравится это прохождение. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал. Наблюдайте, друзьяшки, вступайте в группу ВКонтакте. Очень всё это интересно, очень занятно. И вот так вот, да. И ждите следующую серию. Будет интереснее и интереснее. И на самом деле довольно пиздатенькая игра. Вот, а с вами был Сергей Хылье. Счастья вам, удачи и здоровья. И, конечно же, всем пока. Продолжение следует...